Приветствую всех, кто зашел на мой канал. Сегодня у нас необычное видео, музыкальное. Я пришла в церковь имени Иисуса специально для того, чтобы послушать концерт органной музыки. Церковь находится недалеко от площади Венеция. Она была построена в конце XVI века и является первой церковью иезуитов в Риме. Но сегодня я подробно вам рассказывать о церкви не буду. Я предлагаю вам самостоятельно рассмотреть фрески и послушать музыку. Красота алтарей удивительна, как с точки зрения материалов, так и с точки зрения мастерства. Но ничто не поразит вас больше, чем серебряная статуя святого Игнатия, усыпанная драгоценными камнями. Ее можно увидеть каждый день в 17.30, но только пока идет месса. Всем моим туристам, кто был у меня на экскурсиях, я всем советовала прийти в эту церковь и посмотреть, как опускается картина, а за картиной появляется серебряная статуя основателя Ордена Иезуитов. Месса проходит всего 20 минут. Постепенно в церкви загорается свет, и можно подробно рассмотреть все фрески, которые украшают свод церкви. Только при хорошем освещении можно все рассмотреть. В конце 17 века была создана монументальная фреска на своде. Это работа Гаули. Она была завершена в 1679 году и считается одним из шедевров римской живописи конца 17 века. Фреска посвящена триумфу имени Иисуса. Переходы от скульптуры к живописи – это были новые идеи Гаули, 22-летнего художника по прозвищу Бачиччо. Он приехал в Рим из Генуи примерно в 1660 году. Его заметил торговец картинами, который познакомил его с Бернини. Так он попал в мастерскую Бернини. Это очень сильно повлияло на его творческие идеи. По проекту Андрео Поццо Гаули воплотил свои идеи. Он соединил фреску и лепнину. Но и так как Гаули был вдохновлен Бернини, критики его стали называть «Бернини в красках». В конце видео я оставлю вам расписание концертов, которые будут проходить в церкви имени Иисуса до июня 2024 года. Так что, дорогие друзья, если вы запланируете поездку в Рим, обязательно сходите на концерт органной музыки. Концерты проходят бесплатно. Во-первых, у вас будет возможность послушать концерт, а во-вторых, вы можете полюбоваться великолепной церковью, в которой будет проходить концерт. Церковь иезуитов просто поражает своей красотой. Постарайтесь рассмотреть все в деталях. А сейчас, дорогие друзья, с вашего позволения я оставляю вас. Послушайте музыку и рассмотрите фрески. И до новых видео! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok